Максим, привет. Приветствую. Где ты находишься, в каком городе? Проживаю в городе Самара, переехал из Казахстана, город Алма-Ата. Алма-Ата раньше называлась. Сколько времени ты уже в России? В августе 2020 года мы переехали. Ну, это полтора года, получается. Ты переезжал в каком возрасте и в каком составе? Ну, переезжали с семьей в возрасте 32 лет. Получается, переезжал я, жена и ребенок, трехлетний был. На моем переезде он был три года. Расскажи, пожалуйста, почему решил переехать и вот именно в таком возрасте почему? Ну, переехать решил из-за сына, грубо говоря, потому что когда родился сын, немножко мировоззрение поменялось. И я стал замечать вещи, которые я раньше не замечал. И я просто уверен, что будущего для сына в Казахстане не будет. Последние события, в принципе, это и показали, что я был прав. Поэтому еще в 2018 году мы решили переезжать. Ну, как, вот задумались о переезде. И в мае 2018 года я взял большой отпуск на месяц. И мы поехали на машине путешествовать по России, смотреть города России, какой им больше понравится. Говорят, на разведку. Когда мы, значит, сначала заехали в Уфу, ну, Оренбург мы проездом проехали, потому что не рассматривали. Изначально мы план составили, какие нам города интересны. То есть это были города-миллионники, западная часть России, потому что, ну, Урал, Сибирь я не рассматривал. У меня у самого родственники есть в Алтайском крае. Там тетя живет, там дядя. Вот, по бабушке на линии точнее. Вот. Ну и просто Сибирь я не рассматривал. Потому что знал, какая там погода, знал, какие там люди. И просто меня, ну, меня ментально не устраивало. Поэтому я рассматриваю только западную часть. Значит, были в Уфе, понравилось. Уфа, ну, только приличный город, но, конечно, не Алмата, не сравнить. Потом мы в Казань заехали. Казань прям очень понравилась, классный город. Прям все чистенько убрано. Нам очень понравилась Казань. Вот. Потом мы в Ростове были, в Волгограде, в Краснодаре, в Сочи. И на обратном пути, когда уже ехали, в Самару заехали. Ну, так просто маршрут планировали, чтобы была последняя полна пути. Вот. Ну и начали рассматривать, какой нам город больше понравился. Казань, конечно, нам больше всего понравилась. Вот. Ну, мы переселялись по программе, как переселение соотечественников. И Казань уже на тот момент закрыла въезд. То есть, ну, программу эту закрыла на момент подачи. Оставался Ростов и оставалась Самара. Из того, что нам понравилось. То есть, и когда мы подавали документы, нам сказали, на Ростов очень много заявок. Могут не пропустить. То есть, уже как бы переполнен. То есть, тоже он еще был в списках, да, кто принимал переселенный зал. Но уже было очень много заявок. И мы остановились, как бы, на Самаре сейчас остановились. То есть, в принципе, довольны. Город разве развитый достаточно, да. Ну, не без изъянов, конечно. Просто с Алматой тяжело сравнивать любые другие города. Потому что там только Москва и Питер могут сравниться с Алматой, наверное, из российских. По развитости, инфраструктуре, да. Но, тем не менее, город хороший. Видно, что развивается, деньги вкладываются. Губернатор у нас вроде ничего не плохой. Видно, что заботится о районе, о регионе. Поэтому, в принципе, довольны своим выбором. По погоде. То есть, я искал такую погоду, чтобы была нормальная человеческая зима со снегом. Потому что в Алмате меня больше всего раздражала эта зима. Потому что с ноября по март это просто месиво, грязь, каша. Снег выпадает. Через два дня растаял опять месиво. И вот, ну, полгода у тебя грязи. Вот. Меня она прям очень сильно не раздражала. Поэтому выбирал, чтобы был нормальный снег. Вот. В Самаре у нас тут прям классная зима. Вот. Всегда снег лежит. Нравится. Зима нравится. И лето хорошее. Кстати, было прям жарко летом в этом году. Прям. Мы не ожидали, что... Ну, как в Алмате было лето, наверное. 30-35. Поллета было. Расскажи, пожалуйста, как сработала программа. То есть, много ли было трудностей и бюрократии? На моменте подачи, ну, когда в Алмате, в принципе, не так много трудностей. То есть, есть список требований, вполне понятных. То есть, там уже соответствует образованию, опыту, да, и стаж работы, чтобы был. Ну, если все это совпадает, то как бы проходишь. Вот у меня там высшее образование, стаж работы, там 8 лет по специальности, все. То есть, я прохожу. Притом, я экономист, и по экономическим, как бы, специальностям Самара не особо принимает, потому что в городе больше нужны более такие рабочие руки, там, сварщики, токари, строители. То есть, ну, более прикладные, грубо говоря, да, нужны науки, кто занимается. Либо, если ты кого-то, может, там, пригодишься в авиапроме, там, в космической промышленности, ну, Алмата таких специалистов не готовит. Ну, и тем не менее, все равно меня приняли, мою заявку, так как у меня стаж хороший, опыт, высшее образование, без проблем приняли. Вот, а на моменте уже, конечно, сюда, когда приезжаешь в Самару, тут это просто, ну, тонкости законодательства. Один пункт закона может, скажем так, не состыковаться с другим. Это вот ярко показывает, например, регистрация, да. Я когда снимаю жилье, то есть, я под ОГУру все официально снял жилье, я сам себя не могу зарегистрировать, даже временно. То есть, нужно именно присутствие хозяина. И вот с этим главная проблема именно с регистрацией. Потому что не все хозяева квартир согласны бегать с нами, да, чтобы присутствовать на регистрации. Кто-то деньги берет, кто-то не берет деньги, то есть, и отказывает. То есть, ну, вот так вот. Нам крупно повезло, у нас, ну, я сразу говорю, что нам нужны будут такие регистрации, нам нужно будет то-то, то-то, да. И хозяйка квартиры только, да, без проблем, как бы, я вам помогу, сделаю. И нам во всех, на всех этапах, когда нам нужна была регистрация, там, это по приезду, потом, когда мы получили РВП, и потом, когда мы получили уже гражданство, на всех этапах она присутствовала, без проблем, как бы. То есть, только попросишь, я говорю, да, без проблем, все, называйте дату, число, и я приеду. Нам крупно повезло в этом плане. А вы, был такой момент, что вы, как бы, вот, как к вам относились, вот, и в органах различных, да, в которых вы там все оформляли, были ли моменты такие, что немножко чужим себя чувствуешь? Ну, мы не чувствовались чужими, то есть, ну, я, в принципе, так сразу совсем, то есть, приветливо разговариваю, и, как бы, как я к ним, так они ко мне. То есть, проблем никогда не возникало, ни в одной инстанции. То есть, на, даже во время медкомиссии, когда мы проходили медкомиссию, оказывается, я даже сам не знал, то есть, оказывается, есть квота для переселенцев. Ну, она заканчивается со временем, но, так как мы приехали в пандемию, эти квоты еще были. А так-то вообще на 2000 рублей стоило так медкомиссия. Мы пришли, говорю, вот, давайте медкомиссию нужно пройти, где касса, давайте, я плачу. Вот, они говорят, да, без проблем, идите в кассу, давайте свои документы, там, показывайте, какие у вас есть, там, паспорта, там, карточку миграционную, и еще что-то там, ну, просила. Вот, и увидела зеленую книжку переселенцев, она такая зеленого цвета, она такая, а вы по программе переселения, говорю, да, а, говорит, у вас квота, вам бесплатно. Ну, было приятно уделено, что сотрудники сами сказали, что квота, не стали умалчивать как-то, то есть, ну, там, очень большой плюс в карму им. Максим, скажи, что вообще предоставляет программа переселения соотечественников, какие, какую помощь? Ну, в основном, это главная помощь, ускоренное получение гражданства, то есть, и меньше пакет документов нужно собирать. То есть, когда приезжаешь, получаешь РВП вне квоты, то есть, просто приходишь, подаешь документы, и тебе выдают РВП, то есть, в принципе, 99% РВП выдают, не выдают только там, по каким-то, не знаю, экстрадиональным данным случаем, в основном связанным с нарушением законодательства. То есть, если человек приехал, сам здесь что-то нарушил серьезное, то есть, не просто там, не знаю, припарковал машину, а именно что-то серьезное, то в этих случаях, конечно, им отказывают. Ну, 99% РВП дают по переселению. Потом, значит, после получения РВП, также собираешь пакет документов, он достаточно укорочен по сравнению с, скажем, в общеустановленном режиме идти, там не надо подтверждать доходы, справок там минимум, по-моему, даже справок ты никаких не собираешь, просто предоставляешь вот эту ксерокопию, нотариальные переводы документов о составе семьи и все. Ну, там список документов на сайте МВД есть. И все, то есть, анкету заполняешь и все, и подаешь на гражданство, то есть там и три месяца, и две недели. Вот так вот, выдается, потом подтверждается гражданство. И все. А если, скажем, вот у меня друг шел по программе носителя русского языка, он уже жил в России по работе уже там три года, и решил тоже получать гражданство, он тоже из Казахстана, ему пришлось подтверждать доход, то, что он шел не по программе переселения, а по программе носителя русского языка. А я просто подал, а я просто подал, и все переселенцы не подтверждают доход свой. Ну, и с момента приезда до момента получения паспорта прошло всего семь месяцев. Слушай, вот хотел еще вот очистить вопрос насчет сына, да, то есть ты понял, что нет будущего у него. Это в связи с тем, что все равно русские все равно немножко себя чувствуют немножко не так, да, в Казахстане. Смотри, я в Алма-Ате жил, Алма-Ата, ну, русскоязычный город, то есть у меня в моем окружении много казахов, фигуров, там немцы, корейцы, в общем, все дружно жили. А потом вот началась такая тенденция, что Алма-Ату начали заполнять, скажем, из других регионов, из аулов каких-то людей, они видят, что люди, которые живут в Алма-Ате, русские, русскоговорящие, живут лучше, чем они где-то там. И вот эта вот зависть какая-то вот начала, начинает проявляться. Элементарно даже вот у меня мама в автобусе едет, ей не уступает дорогу, о, не дорогу, место в автобусе не уступает. Вот такие мелкие нюансы, да. Потом был для меня, наверное, такой решающий фактор, когда я гулял с сыном, годик был, и увидел, как девочка-казашка начала говорить с своими, там, ну, друзьями, новенькая, может быть, она на русском языке, с ребятами. Они на нее ополчились, сказал, почему с нами на русском языке разговариваешь, ты казашка. И то есть я вижу, что вот у них настроение такое немножко, ну, националистически настроенное. Я понимаю, что если они сейчас так говорят, значит, их родители тоже, ну, их как-то так воспитывают. И я так, ну, наверное, все. Вот это был главный триггер, что мой ребенок вырастет, и либо ему придется полностью ассимилироваться, то есть потерять русскую самобытность, культуру, и, по сути, ну, остаться русским только по паспорту, либо переезжать. Вот и все. А ты сказал, вот с учетом последних событий, да, там вообще, наверное, сейчас к русским будет отношение ухудшаться. Я вот этого, честно говоря, очень сильно боюсь, потому что у меня там еще остался отец, сестра старшая. Сестра старшая тоже нельзя этим думают, там, ну, у них там насиженное место, там, хорошая работа, хороший дом, там, ну, как бы, в принципе, я хорошо зарабатывал там. Ну, как бы мы хорошо там зарабатывали, мы не жаловались на жизнь, там, не так, что от безосходности, знаешь, как какие-то трудовые мигранты, едем, чтобы здесь деньги заработали. В принципе, мы там жили хорошо. Вот, просто из-за будущего, что вот нас могут там начать притеснять. И вот, я, честно говоря, сейчас боюсь, что начнется. Ну, да, вероятность есть такая. Скажи, пожалуйста, кем ты был в Казахстане, кем работал и как устроился в Самаре? В Саратове, в Саратове. В Самаре, в Самаре. В Самаре. Ну, я работал, значит, по финансово, то есть, я был финансистом в компании, и наша компания занималась и занимается, скажем там, оптовыми поставками разного оборудования, там, насос, нагреватели, там, изоляция и так далее. Я финансист был и заведовал всей логистикой. То есть, вот по этим сферам. Потом наступила, когда пандемия, нас всех на удаленку выявили. Я начал работать, ну, на удаленке. То есть, я понял, что я могу свою работу выполнять на удаленке. Я поговорил с руководством, так как я там робот уже на тот момент 7 или 8 лет в этой компании. Мы договорились, что я, когда перееду сюда, буду продолжать работать на удаленке только из России. Поэтому я даже не устраивался никогда на работу. Просто работаю на удаленке из Самары. То есть, ну, мой случай уникальный. Наверное, один, там, не знаю, там, на тысячу, что вот так вот можно переедать. Статистику брать не стоит. Скажи, можно ли тебя спрашивать о доходах? Ну, приблизительно могу сказать. Да, скажи хотя бы, да. Скажи просто примерные доходы специалистов твоей области в Алматы. Ну, если в рубли переводить, ну, где-то, наверное, от 50 до 100 тысяч. В принципе, этих денег нормально, достаточно, чтобы спокойно себе жить в Самаре. Ну, да. Как ты решал вопросы с жильем? Вот ты арендуюсь, получается, сколько ты платишь и какая квартира? Можешь немножко описать? У нас трехкомнатная квартира в хорошем, в принципе, районе, в центре. Ну, как, недалеко. Это центр, по сути. Тут район парк АГГ. Кто в Самаре живет, знает. Вот в районе парка Гагарина трешку снимаем, ну, где-то 20 тысяч рублей выходит, ну, плюс коммуналка. О, это очень, кажется, невысокая цена. Ну, то есть, это вам так повезло или такие цены? Ну, в Самаре, в принципе, цены очень сильно разнятся. То есть, можно и за 20 найти, можно и за 30, и за 40 найти. Вопрос в доме, вопрос в жадности хозяева и в ремонте. То есть, у нас ремонт, ну, не бабушки, но уже такой не новый. Но жить можно. Не жалуемся. Все устраивать, новые там счетчики, окна, двери. То есть, краски нигде не отвалятся, новые обои. Ну, такой, просто косметический ремонт. Вот. Конечно, если заезжать там в суперремонт современный, там, конечно, будет и стоимость уже и аренды выше. И новостройки, ну, дороже берут. У нас обычное советское жилье, и мы очень сильно рады этому, потому что у нас тишина. Мы соседей не слышим вообще. То есть, я слышу одного соседа сверху, когда ночью, вот уже, когда тишина, и он начинает ходить, у него полы там чуть-чуть поскрипывал. Вот. Единственное, что я слышу. А в новостройках, вот с кем-то, так люди не проразгиваешь, особенно, если с кошелев парк, люди с пятого тажа слышат, как ванну принимают, а они живут там на втором. То есть, ну, вот такая слышимость. Вот новостройка. А квартплату ты не знаешь? Не можешь сказать сейчас, сколько вот платить? Ну, сейчас зимой чуть больше стало. Где-то в районе восьми. Семь-восемь вот так вот выходит. А летом где-то в районе половины. Плюс Каринди, да, Эдит? Да, да, да. Можешь немножко рассказать про сам город? Вот, конечно, как ты сам сказал, да, он наступает немножко все равно Алма-Ате. Но, тем не менее, какие в нем плюсы и минусы? И что в нем такое? Заметил ты их необычное для себя? Ну, по сравнению с Алма-Атой, сразу что бросается в глаза, это, наверное, то, что он плоский. Относительно плоский, да, потому что Алма-Ата все-таки гористый город. И тут продуваемость гораздо лучше, и нету смога. То есть, это прям вот Алма-Ата, наверное, у меня вот... Первый фактор, это вот вопрос будущего. Второй фактор, это экология. Потому что в Алма-Ате очень ужасная экология из-за смога. Город находится в чаше, и смог, вот, может, даже в интернете посмотреть архивные фотки, он смогом затянут зимой. Просто вот не видно города. А Самара продувается, и тут с этим проблем нет. Вот, потом, ну, что еще могу выделить такого, да? Набережная, то есть, ну, естественно, это набережная красивая, пляж в городе. То есть, мы тут ходим практически каждый день летом купаться на Волгу. У нас от нас идти до пляжа минут 25 пешочком. То есть, мы взяли коляски, детей и пошли. Искупались, вечером пришли назад. Ну, в этом плане прям классно. Что еще? Покажи. Ага, да, да. Под, ну, скажем, дороги, да. То есть, в Самаре дороги относительно нормальные, центральные. Вот, которые подальше, там уже и ямки, и колейности присутствуют. То есть, ну, вот в этом плане вот немножко проблема. И, наверное, главная проблема Самары – это дворы. Меня прям не раздражают, потому что дворов нет. То есть, ну, вот от слова совсем. То есть, ямы, какие-то вот детские площадки просто воткнули в землю. То есть, Илья Варламов, наверное, бы тут, если бы зашел в адрес, он бы просто, у него волосы бы нахлеба встали. Потому что он ходил по Самаре только по таким центральным местам. А вот если в адрес зайти в спальный район, просто печаль. Вот это прям вот сильно бесит. А что радует, наверное, это вот парки. Относительная чистота. То есть, город чище, чем Алмата. Меньше мусора валяется на улицах. Люди себя культур не ведут. В этом плане очень, ну, очень сильно заметно. Потому что в Алмате, если видишь рык, там будет сто процентов пачки сигарет, бутылки, какие-то бумажки, фантики, то есть, ну, вот так вот. Хотя урн в Алмате валом, но народ вот почему-то вот так себя ведет. Притом вот не только в городе, но и в горах себя так ведет в Алмате. В горы приезжаешь, там засрано. Прямым текстом засрано. Вот. Так вот. Здесь, скажите, сына отправлял? Да, да. Что сына? Хотел спросить сына, ты отправлял в детский сад? Да, да, мы отправили сына в детский сад. Пошел он вот в сентябре месяце только. Ну, вот получается, год он дома просидел в сентябре месяце, пошел в сад. Какие были вопросы, трудности или все легко прошло? Нам тоже достаточно повезло, потому что мы в январе прошлого года, вот скоро годик будет, детишка. У меня двойня родила здесь уже в Самаре. И мы с автоматически многодетной семьей. И когда подавал документы, так как мы многодетная семья, мы шли как-то, ну, по ускоренной программе, я очень быстро получил место в садике, потому что у кого один или два ребенка, они бывают там два-три года ждут и не могут найти место. А нам быстренько место пришло, я прям удивился. Но в садике нормально, да. Для многодетных тут как бы в плане больших... Что? В садике в целом все хорошо, да? Ну, в целом все хорошо, конечно. Некоторые моменты есть, там больше то, что они просят забирать ребенка, например, пораньше. Хотя бывает, хоть я задерживаюсь там и приезжаю там около семи. Хотя садик до семи работает, приезжаю там пол-седьмого бывает. Ну, редко, но бывает. И они так, ну, что вы так поздно приехали, забрали. Садик работает до семи, значит, я могу забрать до семи. То есть, ну, я понимаю, конечно, что им охота быстрее домой. Ну, не с каким-то, знаешь, так наездом надо. Говорят, что вы забрали поздно ребенка, вы его не любите, что ли? Говорят, слушайте, я родной работе. Вот. То есть им объясняешь, они вот этого не понимают. Вот. Ну, вот единственный, наверное, момент пока что, который меня немножко смущает. А жена, получается, вот, ну, как бы и не планирует пока, да? У нее детишки, вот это все. Детишки, да. Да, в декрете сейчас пока она не планирует никуда выходить. Ну, по крайней мере, еще, наверное, с год точно. Там уже будет планировать, я думаю. Расскажи, пожалуйста, про еду. Были ли какие-то изменения пищевые у вас? То есть, каких-то продуктов, может, не хватает? Или какие-то, явно, ну, ты заметил, что цены отличаются? Ну, цены отличаются, наверное. Первое, что заметил, это на хлеб. Хлеба не часто берем, ну, каждый день, там, ну, много, да? То есть, так что, булками. Но цены на хлеб тут сильно отличаются от алматинских. То есть, в Алмате, если перейдет рубль, хлеб стоил, ну, в районе, там, 10-12 рублей. Булка хлеба, да, здесь стоило 30. То есть, как бы, на общих тратах это как-то особо не сказывается, потому что не так много хлеба потребляем, да? Ну, просто вот эта разница, как-то, знаешь, сразу в глаза 30 рублей. Тут как-то много. Вот. По продуктам, в принципе, все то же самое есть и в Алмате. То есть, российских продуктов изобилие, поэтому особо не заметили. Единственное, конечно, мы любим, например, японскую, китайскую кухню, то есть, корейскую кухню. А здесь с этим большие проблемы. То есть, тут есть японская кухня, это просто суши, вог. То есть, ну, такой скудный выбор. В Алмате, конечно, гораздо больше. Корейская кухня здесь, в принципе, отсутствует как явление. То есть, вот, ее просто нет. Здесь корейская кухня – это рамен. То есть, ну, это обычно супчик, вот это и есть корейская кухня. Вот в этом плане мы прям сильно страдаем с женой, потому что нехватка вот этого. Ну, привыкли к такой еде, что мы любим в ресторанчик пойти в корейский или в китайский, да? А тут просто их нет. Вот это самое главное. Разочарование. Если брать общий уровень цен на все, то плюс-минус то же самое или все-таки где-то дороже или где-то тешевле? Ну, если общее впечатление. Общее впечатление, ну, плюс-минус где-то процентов, наверное, на 10 дороже, чем в Алмате. То есть, где-то чуть-чуть дороже. Не критично, но дороже. Понял. То есть, в Алмате фруктовый сезон, конечно, так как это юг, он начинался там, грубо говоря, в мае, и шел до сентября месяца. Здесь нормальных персиков, ну, я не встречал за это лето. Может, не там искал, не на тех рынках, не в тех магазинах. Ну, пока не нашел, например, персиков. Потом восточные вот эти вот, ну, арбузы, понятно, сюда везут с Ташкента, но, опять же, с запозданием. То есть, если в Алмате я брал, мог взять арбуз хороший, спелый, где-то в начале июля, то здесь надо брать, там, ближе к августу, чтобы он был нормальный, спелый арбуз. Не селитра, не селитра напичкина, а хороший. То есть, ну, немножко за то, что север запаздывает. Вот в этом плане. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты свою жизнь полностью в этом городе, в Самаре, или все-таки, может быть, уедете куда-то? Посмотрим. То есть, мы планируем здесь жилье брать. То есть, это, думаю, во многом говорит. Мы хотим здесь дом хорошего, потому что все-таки трое детей, и хотим дом. Вот сейчас вот как раз этим вопросом мы занялись. Ну, где-то с ноября того месяца, с того года, и планируем брать дом. А там дальше посмотрим. Пока все устраивает. То есть, пока мысли нет куда-то уезжать. То есть, там ни Москва, ни Питер. То есть, там, как многие говорят, что мы приедем здесь, там, получим гражданство, и потом Москву в Питер. То есть, ни Москва, ни Питер не тянут. Москва, потому что, ну, такой большой-большой муравейничек, очень суматошный город. Вот, а Питер, опять же, климат. У меня вот эта серость, дожди, туманы, это не мое. Хотя в Самаре тоже бывает, но это в основном осенью, там, вот ноябрь такой. И все. А в остальную часть времени нормальная. То есть, погода всем устраивает. А в Питере, у меня друг, говорит, в прошлом году у них туманы, там, ползимы были, да, дожди. Ну, опять же, мне это напоминает алматинскую зиму. А я вот такую зиму не терпеть могу. Вот сейчас 7 января на дворе. Какая у вас погода? Ночью снежок шел. Ну, вот было потепление у нас. Было минус 20 пару дней назад. Сейчас стало минус 2. Ну, и снег, соответственно, выпал. Минус 2, то есть, бывают случаи, когда снег тает зимой? Ну, в прошлом году не было такого снега. А чтоб стоял, вот в этом году, да. Вот, минус 2, плюс 2. То есть, ну, снег, он подтаивает, но его настолько много, что он точно не растает. То есть, завтра, послезавтра опять морозы, обещают все, и там стабильно будет снег. Скажи, пожалуйста, вот, если брать твой общий путь переезда, да, перемещения, что ты можешь порекомендовать людям, которые планируют переезжать из Казахстана по программе переселения соотечественников, или, может быть, без нее? Какие бы, вот, ты, может быть, советы дал? Советы? Наверное, не запастись тебе нервами. Потому что, ну, все равно, для получения гражданства нужно побегать, там, бумажки пособирать, там, переводы. То есть, бюрократия столкнутся, да, и все это нужно делать сжатые сроки. Поэтому нужно запастись терпением, в первую очередь. И, наверное, определиться лучше сразу, с каким городом хотите ехать. То есть, не так, что сначала в один город прыгать, потом в другой, потому что это, ну, морально тяжело переезжать, там, в чуть-чуть короткого промежутка времени всей семьей. Главное, если ты один, да, но когда с семьей, то немножко тяжеловаться. Тем более, сейчас время такое, что, ну, как бы, пандемия. Не факт, что устроишься на работу быстро. Надо еще это учитывать. То есть, нужна еще финансовая подушка обязательно. Поэтому без финансовой подушки, ну, делать нечего здесь. Ну, а вот, получается, вот этот тур по городам, которые вы устраивали, его есть смысл сделать, да? То есть, он стоит своих денег. Он стоит своих денег. Во-первых, посмотреть страну, то есть, это плюс все-таки новое впечатление, как бы, то есть, попутешествовать. И посмотреть вообще, какой город больше тебе подходит. То есть, мы бы с удовольствием в Казань поехали, но там не было программ на тот момент. Вот. А так вот, уже будучи в Самаре, мы брали круизы на теплоходе и в Казань плавали. Тоже там гуляли пару дней по Казани, потом обратно на теплоходе возвращались. То есть, вот, в прошлом году было. То есть, Казань нам понравилось, что он просто актуал, даже как туристам ездит. Спасибо тебе огромное, Максим, за то, что ты вышел на связь и предложил, да, вот, рассказать свою историю. Очень-очень круто и, ну, вот, особенно в ключе событий, да, может быть, кто-то будет рассматривать переезд в Россию. И вот эти тонкости, нюансы, они, конечно, очень важны. Вот. Желаю тебе удачи. Пускай у тебя с квартирой будет все хорошо и с работой, и вообще с жизнью в Самаре и в России. Спасибо. 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 Спасибо, ребят, всем, кто нас посмотрел, послушал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Традиционно предлагаю вам писать комментарии, свои вопросы. Всем пока. Максим, пока. Пока. Пока.